Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сегодня в нашей программе вы увидите Сенсационный артефакт Зачем американец хранит в морозилке мумию монстра? Это настоящий снежный человек Жуткое существо Кого увидели туристы в лесу? Ось, 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 ось Птеродактили и плезиозавры Откуда вылезают гигантские доисторические животные? От хребта там до черепа где-то метра три А все остальное было в воде Поверьте своим глазам Этот парень из штата Нью-Йорк утверждает, что у него есть Самая настоящая голова снежного человека А точнее уже чучело Потому что останкам много лет По словам Питера Кейна Его отец застрелил Бигфута в 1953 году на охоте Мой отец был охотником, он приносил домой много трофеев Но однажды притащил голову и лапы этого здоровенного существа Это настоящий снежный человек Моя мать была против, чтобы отец оставил у нас это чудовище Но он настоял и долгие годы хранил фрагменты у нас в подвале в морозильной камере А вот это якобы еще две лапы того же самого огромного волосатого существа Кейн рассказывает, что отец сумел разделать душу Но унести смог только голову и конечности Так как и те были очень тяжелыми А когда вернулся на то место вновь Останков Йети уже не было И никто не знает, куда они пропали В рассказ американца можно верить или нет Но подозрительно, что отдавать мумию Йети ученым Владелец отказывается Якобы он не видит никакого смысла связываться с людьми науки Ученые, не признающие существование снежных людей В любом случае нарекут это подделкой Чтобы сохранить собственную репутацию Если бы это было не так То они давно бы уже признали и Йети, Чупакабру И прочих загадочных гуманоидов Появляющихся в нашем мире неизвестно откуда Доказательств тому накоплено уже предостаточно Доказательства действительно есть Чем доступнее становятся видеокамеры Тем больше появляется видеосвидетельств О встречах с самыми невероятными существами Исследователи даже выступают с шокирующей гипотезой В последнее время начали все чаще открываться порталы В иные измерения И неведомые монстры проникают в наш мир Эксперты признают, что среди подобных артефактов Порой встречаются подделки Но некоторые свидетельства Некоторые свидетельства заслуживают самого пристального изучения Некоторые ученые изучают, ищут Но, естественно, это не недостающее звено Какое-то между человеком и обезьяной Это какой-то отдельный вид Признание которого ведет к серьезным последствиям То есть тут надо всю теорию эволюции пересматривать Одной из лучших видеозаписей снежного человека Исследователи признают недавние съемки Сделанные в Соединенных Штатах Близ реки Орегон Мужчина, увлекающийся аэрофотосъемкой дикой природой Использовал квадрокоптер со спутниковой навигацией Только взгляните Хотя высота полета аппарата составляла примерно 760 метров Снежный человек снят на видеокамеру достаточно хорошо По словам американца, он был потрясен своей находкой И сразу поспешил поделиться ею Трудно идентифицировать это существо Это вроде на человека похоже Но с другой стороны это и не человек Смотрите, запись демонстрирует темное Человекообразное животное на правом берегу речки Оно идет по снегу между деревьями неподалеку от воды Прямоходящее и широкоплечье существо Передвигается широкими шагами Возможно из-за того, что утопает ногами в снегу В определенный момент дрон пролетает прямо над Йети Оригинальная запись длится больше 10 минут И данная сцена единственная, где заметен Бигфут Но и ее хватило для того, чтобы вызвать переполох Среди исследователей сверхъестественных явлений Мне эта видеозапись показалась достаточно честной Многие специалисты, проанализировав видео, пришли к выводу Что на нем показан настоящий снежный человек А вот скептики убеждены, что это пеший путешественник или охотник Однако почему тогда у него нет рюкзака, снаряжения и ружья? Судить о том, что это могло быть за существо, очень трудно Хотя я допускаю возможность, что где-то в лесах могло нечто подобное быть А вот это совсем шокирующие кадры, уже российские Турист Вадим Гельманов из башкирского города Училы и его друг Стали свидетелями невероятного события Они возвращались из похода на своем УАЗике Следуя по заснеженным окрестностям Иремеля Как вдруг дорогу их машине перебежало некое существо Смотрите сами, оно попало в кадр видеорегистратора В начале один из очевидцев предположил, что видит лося или медведя Но то, что предстало их взору, слишком уверенно передвигалось на двух ногах Ближе был похож на человека, но сам снежный человек похож на человека Только размером побольше Он был размерами высокий Объект двигался на прямых ногах И, несмотря на глубокий снег, пересек полутораметровые сугробы буквально в несколько шагов В том месте, где существо перебежало дорогу, на снегу были слиты При этом человеку в этих дебрях, к тому же в столь поздний час, взяться было попросту неоткуда Это уже была глухая местность Ближайшая деревня, наверное, находилась километра 30, наверное Город еще дальше А так как там природная заповедная зона, природный парк Охотников там не должно быть, по идее Сразу же после увиденного туристы остановили автомобиль Но проверить, кто это был, мужчины не решились А продолжили путь дальше Существо не на шутку перепугало туристов Автор видео работает инструктором по туризму Окрестности Иремеля для него как второй дом Мужчина утверждает, что никогда не видел ничего даже отдаленно похожего Почти как бурый, ну не скажешь, что медведь На двух конечностях пробежал дорогу Мы сначала... Ну это было внезапно Мы сразу не поняли, что это было Когда уже приехали домой, просмотрев запись регистратора Мы подумали, что это Йети Гора Иремель овеяна мистическими историей Помимо богатой мифологии от древних башкир В наши дни очевидцы сообщают о наблюдении светящихся шаров И прочих аномальных явлений, с которыми им пришлось столкнуться при посещении Иремеля Я сам лично не верю в такие вещи, ни в НЛО, ни в Йети До встречи с существом, который нам перебежал дорогу Я начал чуть-чуть уже сомневаться Если вы желаете составить собственное мнение об истории древнего мира Уже знаете, что думает по этому поводу официальная наука И вам не хватает других точек зрения Эта книга специально для вас Запретная история древнего мира В ней мы собрали самые интересные факты Версии и гипотезы Которые не во всем вписываются в классические представления о древнем мире Более подробную информацию на эту тему можно получить здесь Кто пугает туристов в лесу? Крики вначале слышат они Вот, потом пробегает существо Новая теория происхождения снежного человека Эта популяция сама воспроизводит себя Не менее загадочная видеозапись была сделана двумя приятелями из Ялты Которые отправились на прогулку в лес Казалось, что в этот день с ними не должно было произойти ничего особенного По этим местам они ходили много раз И никогда ранее не сталкивались с необычными явлениями Но внезапно они заметили среди деревьев огромное существо Которое двигалось параллельно с ними В лесу происходит запись Пробегает существо Какой-то крики вначале слышат они Вот, потом пробегает существо Они испугались, два подростка Затаив дыхание, что-то шепчут, говорят И видно существо, которое пробегает на дальнем плане И действительно видно, что по движению этого существа Похоже на знаменитую запись Патриксона В которой я тоже верю, что это неподдельное видео Один из подростков опубликовал этот ролик в сети интернет И вокруг него сразу же разгорелись жаркие споры противников И сторонников существования снежного человека Скептики утверждали, что ребята специально решили разыграть всех Нарядив одного из участников похода в костюм обезьяны Там видно, что что-то большое Похожее на медведя Но с осанкой далеко не медведя Бурого цвета Проходит через ели И удаляется в чаще Честно, я не знаю, что это такое Я полагаю, что это действительно снежный человек Некоторые из скептиков Даже предположили, что был использован Компьютерный монтаж И снежного человека нарисовали В специальном графическом редакторе Однако специалисты по компьютерной графике Отвергли и эти сомнения Проанализировав видеозапись и признав ее подлинной На Клюнской записи, даже если быть достаточно глубоким скептиком Могу сказать одно Очень похоже на настоящую Потому что даже если человек, бог видеомонтажа Невозможно поместить объект на сегодняшний день В домашних условиях, в лесную среду Так, чтобы он проходил через деревья И не касался веток Еще одна невероятная история Произошла с жителем города Кыштым Алексеем Власовым С двумя своими товарищами В предновогодние выходные Он решил отправиться на Сугамакскую поляну Которая служит излюбленным Местом отдыха горожан Располагается поляна В нескольких километрах от города Это место знаменито еще и большой И глубокой пещерой Которую никто не решался исследовать До конца Друзья собирались долго И до поляны добрались только к десяти часам вечера Была пустая поляна Ветра нету Луна светила так ярко То, что от деревьев отбрасывалось тень То есть как будто под прожектором каким-то Ну, в результате мы начали готовить костер Разжигать И я предложил своим товарищам Пойти покататься с горок Пока угли будут готовиться Приятели несколько раз скатились с горки И снова отправились к костру готовить шашлыки Алексей задержался, чтобы скатиться с горки еще раз Снова съехал вниз И внезапно ощутил тревогу Начал оглядываться и обратил внимание На странное дерево Растущее как раз на вершине горы Откуда он только что спустился Это была огромная сосна На которой слева выступал большой нарост При свете луны было сложно разглядеть, что это такое Но Алексей точно помнил, что раньше его не видел Отросток от него, не знаю, как деревьев есть, грибы Вот растут на них Но тут боль на большой, на высокий Алексей, по его словам, в тот момент Пожалел, что не спустился к стоянке вместе с товарищами До костра было метров сто Он стал осторожно подниматься на ноги И в этот момент произошло нечто страшное Вдруг эта масса Ну, насколько я думаю, это Йети, скорее всего, был Потому что там эта масса сделала такой большой шаг за другое дерево И высунул свою голову Инстинкт самосохранения сработал на автомате И я побежал к костру рассказывать все это своим парням Потому что такое увидеть дорогого стоит, в принципе И за свою жизнь начинаешь опасаться Он рассказал своим товарищам о своем странном наблюдении В первый момент они восприняли его слова как шутку Но видя взволнованное состояние своего спутника И неподдельный ужас в его глазах Решили все вместе подняться к тому месту Вооружившись палками, друзья начали осторожно подниматься вверх по склону В результате мы на этой пещере обнаружили след След был очень большой Ну, примерно Ну, сантиметров, наверное, сорок То есть очень большой был след И скат с пещеры То есть если бы человек там скатился Он бы, скорее всего, либо разбился, либо покалечился Но там был такой огромный скат вниз Метров пятнадцать-двадцать Стало ясно, что Алексей не шутил И действительно встретил у пещеры странное существо Которое оставило вполне материальные следы Друзья решили не оставаться на ночь на поляне Собрались и уехали в город Уже дома, оправившись от волнения Алексей смог вспомнить подробности И детально описать необычного монстра Который его напугал Примерно он был метра три Может быть, чуть выше Волосатый, лохматый он был Глаз не видно было, потому что, ну, темно было Но туловище, тело его было очень громадное Там человек рядом с ним не стоит По мнению Алексея, таинственный великан Может обитать в пещере близ Сугамакской поляны Хотя там порой появляются люди Длинные лабиринты подземных туннелей Могут служить отличным убежищем загадочному существу Протяженность пещеры, по словам местных жителей Несколько десятков километров У нас тут есть неподалеку от Кыштыма Город Косли Примерно до тут километров 20-25 И ходят такие, как мне сказать Рассказы, то, что запускали собак в Кослях И они выходили в пещере, в Кыштыме То есть протяженность этой пещеры, туннелей До Кослей 20 километров Криптозоологи, специалисты Занимающиеся изучением реликтовых животных Выдвигают множество гипотез О происхождении снежного человека Но все они сходятся во мнении Что это загадочное существо Проживает рядом с нами уже не одно столетие Исследователи утверждают Что уже в древних летописях Можно найти упоминания о таинственных лесных жителях И в легендах, и в верованиях древних людей Прослеживались тоже И находились снежные люди И на фресках они присутствуют И на каких-то рисунках Мифология всех народов доказывает С давних времен рядом с нами Живут необычные существа Которых раньше называли лешими лесовиками Хозяевами леса Ученые отказываются признавать их реальность Несмотря на обилие фактов От которых уже нельзя просто так отмахнуться Но нужно признать Что древние описания этих монстров Невероятно похожи на современные рассказы очевидцев В древние времена были целые большие популяции снежных людей Они даже были огромные И существовали регионы В которых античные авторы указывали, где они живут Но это еще не все неведомые монстры Которые водятся в лесу В мифологии азиатских народов Сохранились легенды о таинственных ракшасах Демоноподобных диких людях Которые жили в горной местности И были весьма недоброжелательны к местным жителям В индийских летописях можно найти упоминания О длительных войнах между ракшасами и обычными людьми Они использовали палки, камни и дубины В этой войне выворачивали деревья ими боролись А эти, ясное дело, использовали арсенал на то время Копья, стрелы и прочее То, что они могли использовать И 300 лет это тоже не слабо Потом популяция была рассеяна, разбита и выдавлена Отчасти на Памир, а другая часть на Кавказ Но откуда же появились эти странные существа? Исследователи уверены, что появление снежного человека Можно связать с феноменом одичания человека Такая гипотеза называется среди ученых теорией инволюции Она утверждает, что человек, попадая в изолированную дикую среду Постепенно начинает терять свой социальный облик Фактически приобретая повадки и черты диких обезьян То есть снежный человек – это одичавший человек разумный Что такое одичавший, да, человек вообще Одичанец, как я его называю Эта популяция сама воспроизводит себя Она может воспроизводить сама себя длительное время То есть их как бы вот Это уже в нескольких поколениях, многих поколениях Люди живут как бы на лоне природы И они совершенно, ну, как бы другие У них уже и морфология изменилась Она изменилась таким образом, что они даже похожи Вот если кавказских брать, снежаков Они похожи на австралоидов Так неужели снежные люди – это всего лишь наши одичавшие предки Попавшие давным-давно в условия дикой природы И превратившиеся в людей-маугли? Наталья Пузанова полагает, что это не так По ее словам, она уже долгие годы поддерживает контакт со снежными людьми И уверена, что они представляют из себя совершенно иную Отличную от человеческой ветвь развития Она даже научилась разговаривать с ними Найдя особые методы общения Да там не надо говорить С ним вообще не нужно говорить Потому что настолько все понятно Все понимаешь Как будто бы ты так думаешь на самом деле Эти мысли, они идут из ниоткуда Наталья уверена, что снежные люди Несмотря на всю свою осторожность и неуловимость Настроены доброжелательно к людям Но эти существа живут совершенно по иным законам Они приспособлены именно для выживания В условиях естественной природы Именно такая особенность И независимость от социальных и материальных благ Которым подвержено наше общество Позволяет им выживать даже тогда Когда наступают глобальные катаклизмы Уничтожающие целые цивилизации Очень древние, очень древние, очень Это существо, которое Оно может появляться из ниоткуда И уходить в никуда И только ты заходишь в лес Он уже в курсе того, что ты пришел И какие у тебя мысли, какие у тебя планы Стоит ли тебе помогать Или нужно ли тебя направлять куда-то Если он заинтересован в контактах То, конечно, он будет направлять твое движение А теперь информация для моих постоянных зрителей в Казани Дорогие друзья 26 мая в 19 часов В Татарской государственной филармонии имени Тукая Состоится наша с вами творческая встреча Будем говорить об истории И нашей сегодняшней жизни О военных тайнах и самых шокирующих гипотезах О великих заблуждениях и фактах нашей действительности О которых я не всегда могу говорить с экрана Отвечу на ваши вопросы Послушаю вас Обменяемся автографами Пофотографируемся Поговорим Билеты на сайте tatfil.ru И в кассах филармонии Итак, 26 мая в 19 часов Встречаемся в Казани В Татарской государственной филармонии На этот вечер не планируйте ничего важного Откуда взялся живой дракон? Настолько живой, настолько пластичный полет Правильный, уверенный Кем питается чудовище из озера? В длинной шее существо На четырех лапах Которое в озере Наталья хранит в своей коллекции Необычный артефакт Который она условно называет Каменным сердцем Во время поисков древних артефактов И следов снежного человека Она нашла древний мегалит Присев на него отдохнуть Она неожиданно заметила необычный камень По своей форме Точно повторяющий сердце человека Но только очень больших размеров Наталья уверена Что оно может принадлежать существам Обитающим в этой местности Сделали сердцем мумию Сушили И свернули Стало смотреть внимательней Действительно это возможно То есть Взяли глину Она же мягкая была Вот пример глина Положили сюда сердце И завернули Наталья утверждает Что ей удалось несколько раз Лично встретиться в уральских лесах Со снежным человеком Она вспоминает Что во время первого знакомства С необычным существом Она была сильно напугана Но все же смогла запомнить Как выглядел ее неожиданный гость Появившийся словно ниоткуда Я обратила внимание Что рыжая шерсть мелькнула Я подумала Что может быть корова заблудилась Однако оказалось Что это не корова Когда он стал подходить ближе Оказалось Что высокий Рыжий Но самый необычный артефакт Наталья бережет особо Это череп неизвестного существа Наталья уверена Что нашла останки гномов Которых она также видела В этой местности И даже нашла вход В их подземное убежище Посмотрите на это невероятное фото Наталье удалось сфотографировать В свете костра маленького человечка Очень похожего на обитателя подземного мира Описанного во многих уральских мифах И былинах Там же около этого тумыля Я нашла вот такой череп Вот Такой вот шлемообразный череп Ну тут конечно часть его Половиночка получается Он как бы обгрызан И здесь шлемиком сделано Посмотрите на это поразительное видео Сделанное в американском штате Монтана Невероятное чудовище С гигантскими крыльями И длиннющим шипастым хвостом Подозрительно напоминает Мифического дракона Однако возможно ли это в реальности? Я так думаю, что само понятие дракона Оно имело место Живут ли сейчас драконы Существуют ли они Или они уже вымерли Ну конечно мы не знаем Но опять-таки Вот эти существа похожие Те же драконы Одни исследователи уверены, что это в самом деле дракон По мнению других Речь идет о птеродактиле Представители вымершего отряда летающих динозавров Третьи считают, что это некий диковинный воздушный змей Или беспилотник Ну а скептики, естественно, говорят о монтаже и мистификации Он настолько живой, он настолько пластичный полет Правильный, выверенный И на сегодняшний день очень много случаев, где видят ящероподобных птиц В лесах Амазонии Ну так вот, ближе к экватору Американские криптозоологи считают Что происшествие непременно требует дальнейшего расследования Тем более, что подобные видеоролики На которых запечатлены летающие драконы Появляются в сети периодически Вполне возможно, что некогда вымершая раса драконов До сих пор существует Выпоминание о драконе как таковом В разных ипостасях, в разных изображениях Он встречается фактически в любой части света Кроме Антарктиды, может А вот еще один сюжет, который отчетливо демонстрирует полет птеродактиля Автор видео сообщает, что загадочное создание Было замечено им над городом Бойсе В американском штате Айдаха Крылатое существо было невозможно спутать с птицей Пораженный своей находкой Американец моментально достал сотовый И стал снимать предполагаемого динозавра на видео И еще там со времен Нострадамуса Когда он тоже что-то там описывал Вот, есть у нас и среди церковных книг Которых можно найти и в наших древних храмах Да, описание непонятных существ Хотя это стараются скрыть, да Самой достоверной видеозаписью дракона Многие исследователи считают сюжет, снятый в Китае В джунглях острова Хайнань Оператор в мельчайших деталях показывает тело дракона Оно выглядит настолько естественным Что ни у кого из экспертов не остается сомнений в его подлинности Если даже предположить, что кто-то ради шутки решил изготовить куклу То такая детализация и натуралистичность Под силу только самым лучшим мастерам Голливуда А это, помимо всего прочего, очень дорого Очень подробно снимает лапы, когти Коленные суставы, то есть изгибы все показывает Тело передних лап, морду даже Глазницы, перепонки, но они водные Есть элементы чешуи, хвоста Тело, насколько видно по видеозаписи, мертвое И если окунаться в современный фольклор Который относится к средневекам, к рыцарям По сути мы увидим дракона Мертвого дракона, да, полностью Самыми известными случаями встреч с драконоподобными существами Можно считать рассказы о необычном животном Мокелембембе Обитающем в бассейне реки Конго в Африке Об этом животном слагали сказки местные жители Описывая его как существо с телом слона Длинной шеей, хвостом и маленькой головой Эта легенда вдохновила криптозоологов На поиски мифического Мокелембембе Описывали как диплодока То есть примерно То есть это с длинной шеей существо На четырех лапах Которое в озере В основном находилось Там шея его торчала Они в основном его видели только шею Шею, голову Ну и иногда там пару раз видели Когда полностью он выходил на берег Не знаю, позагорать на солнышке Или еще для чего-то Ученые надеются найти этого последнего представителя динозавров Пока что эксперты полагаются на свидетельство местных жителей Нечеткие видеозаписи с огромного расстояния и несколько фотографий Но этого им хватает, чтобы надеяться на существование динозавра Там очень интересная история была с Мокелембембе Вначале жители деревушек находили там геппотамов Геппотамов с развороченными животами там Убитыми там съеденным каким-то существом Вот, потом они начали фиксировать это существо То есть они начали с ним встречаться Среди местных племен до сих пор сохранились живые свидетели встреч с Мокелембембе Однако, по словам исследователей, которые проводили этнографические экспедиции Собирая информацию о необычных существах Последнего представителя этого необычного вида убили в 1959 году Говорят, что жители племени Бангомбе, которые обитают рядом с озером Теле Построили большой забор с шипованным верхом Чтобы защитить свои поселения и места рыбалки от Мокелембембе Однако, несмотря на все меры предосторожности жителей Монстр сумел сломать забор, поранившись о шипы После чего местные убили это существо Это не тот случай, что с Несси, например Несси, это известный туристический шаг Просто, чтобы привлечь туристов Там же никаких туристов они привлечь просто не могли в Африку Потому что там не завлечешь ничем И это, наоборот, отпугивало людей Ну, какие-то энтузиасты в то время тоже ездили И пытались снять существо Но не удавалось им Посмотрите на эти уникальные кадры На них запечатлены останки лесного монстра Напавшего на жителя Соликамска Рудольфа Гредина Встреча с лесным монстром едва не закончилась для него трагически От неминуемой смерти Его спасли два верных пса С которыми он вышел на повседневную вечернюю прогулку По опушке леса В полумраке у дерева Рудольф заметил силуэт Сначала он подумал, что это человек Но приглядевшись, понял, что существо скорее походило на рептилию Одно стояло вот там, получается У входа в лес Они переговаривались Знаете, такое щебечание Что-то как у рыб напоминание дельфинов Дельфины, когда вот щебечут Рыбу загоняют Ну, вот охотятся Вот у них что-то наподобие такое было Такое звонкое Второй монстр выбежал на тропинку прямо перед Рудольфом По словам очевидца, он был в два раза меньше И издавал странные звуки Но больше всего Рудольфа поразил тот факт Что существо двигалось на задних конечностях Собаки, почуяв опасность Бросились защищать своего хозяина Я шел со своей собакой Ну, с двумя собаками Хаски и Лайки Малыша Эльза Вот, Эльза где-то бегает Сейчас вот мы ее с собой брали А вот на этом месте Получается, уже темно было И я не разглядел Какая-то штука напала на собак А теперь внимание Дорогие зрители Хочу пригласить вас на премьеру Нового выпуска программы Страшное дело Которая выйдет в эфир в пятницу 11 мая в 18.00 Что будет? Будет рубрика Рептилоида нашего времени Она будет посвящена нашей власти И чиновникам, которые врут и воруют Дерутся в прямом эфире И пьяными садятся за руль Оппозиционерам, которые тоже хороши Все норовят Крым кому-то отдать Поливают страну грязью А потом делают вид, что они не проект Кремля В рубрике Спалите наши шкуры Поговорим о богатых и знаменитых Которые в погоне за известностью Уродуют себя до неузнаваемости Показательно свинячат Заказывают про себя скандалы А иногда они умирают И тогда становится безумно жалко Человека, который растратил талант Предал близких Ушел раньше срока Еще будет рубрика Только не глотай О всех ненормальных мировых телешоу Которые невероятно популярны в мире Не учи ученого В этой рубрике покажем Как на самом деле живут простые люди В Америке, в Европе Ну а в околонаучной рубрике О земля-то плоская Расскажем о самых невероятных Шокирующих, взрывающих мозг Гипотезах, фактах и мистификациях На которые так щедра Окружающая нас действительность Итак, в пятницу В 18.00 и почти до самой полуночи Страшное дело Не знаю, будет ли кому-то страшно Но обещаю, что скучно не будет Что за жуткая тварь Напала на пермяка? Я сразу понял, что этот бой я проиграю Где живут древние ящеры? От хребта там до черепа Где-то метра три А все остальное было в воде Между зверями завязалась отчаянная битва По словам Рудольфа Он был так напуган, что в несколько прыжков Забрался на высокую сосну Растущую рядом с местом побоища Уже после он сумел вспомнить Что именно так напугало его Но в тот момент он находился в панике Поскольку ни до, ни после этого случая Не встречал в местных лесах Столь жутких существ Знаете, ну вот Даже вот Любой спортсмен Мне кажется Бы поступил так же, как я Потому что Фильм «Хищник» Он рядом не стоял У этой штуки разъемная челюсть Понимаете Он как мне улыбнулся Я сразу на дерево залез Я сразу понял, что этот бой я проиграю Рудольф провел на дереве около часа Даже после того, как его собаки Справились с монстром Второе, более крупное существо исчезло Возможно, испугавшись лая собак Ну, когда я слез с дерева Я посмотрел на эту штуку Такого фиолетового Светло-фиолетового цвета Волос толком не было на ней Трогать не стал Рудольф рискнул вернуться на это место Только спустя пару месяцев Тогда ему и удалось Сделать эти фото Но самое удивительное Что одна из собак Рудольфа Через две недели после этой стычки Начала болеть и умерла Хозяин пса уверен Что она могла заразиться Неизвестной болезнью Переносчиком которой был Этот жуткий зверь У него, как у динозавра Короткие были лапы передние С тремя пальцами Получается, с тремя когтями Больше могу сказать Высокие, очень длинные Вот Ну, по торсу она была Как человек Ни хвоста, ничего у нее не было И, как бы, конечности Тоже человеческие Только вот одно Что левая Левая или правая Я не помню Надо по видео посмотреть Нога была Деформирована под плавник Но откуда же взялась Та жуткая тварь? Исследователи выдвинули Невероятное предположение Возможно, появление монстра Связано с событиями Полувековой давности Когда невдалеке от Селиканска В научных целях Произвели два подземных Ядерных взрыва Этот проект носил Кодовое название Тайга И до сих пор В лесах Урала Существует запретная Зона отчуждения С повышенным Радиационным фоном Быть может, за эти Десятилетия Обычные животные Подвергшиеся Радиационному заражению Начали мутировать В чудовищ Неразумное использование Порой приводит к таким зонам Типа зона Тайга Которая у нас там Проект Тайга Небезызвестный В результате чего он появился Мы прекрасно знаем И проявилась радиация Совершенно необдуманное Использование какой-то техники Которая провела К печальным последствиям Существуют и более шокирующие Гипотезы возникновения Подобных монстров Исследователи уверены Что существуют Секретные лаборатории В которых могут проводиться Генетические эксперименты По созданию Особых существ Способных проживать В самых суровых условиях И при этом Выполнять различные задачи Вполне возможно Что все эти существа Делаются где-то в лабораториях Может быть Простых существ заражают Каким-то вирусом определенным Может быть Их забирают в лаборатории И там обрабатывают Определенным образом Может быть Даже дрессируют Определенным образом И потом выпускают Следят за ними Вполне возможно Что именно эта версия Правдивая Вероятно С одним из таких мутантов Или секретным чудовищем Довелось встретиться Рыбакам в Брунее Посмотрите на это видео Параллельно с лодкой Плывет невероятное существо Напоминающее крокодила И дракона Одновременно Оно не похоже Ни на одно Известное науке животное В этот момент Этот крокодил чудесный Развернулся в свои стороны И скорее всего попытался их атаковать Это опасно Но тем не менее Запись завораживающая Чем закончилась атака монстра на рыбаков Мы не знаем Но раз это видео появилось в интернете То можно предположить Что им удалось спастись Ученые, которые анализировали это видео Выдвинули осторожное предположение Что это мог быть крокодил-мутант Но тогда возникает другой вопрос Что могло привести Их такой жуткой трансформации Скорее всего это мутанты Которые были рождены уже такими А рождены Ну это же Тут уже Скажем так Это природа, да Когда созревает плод Он может быть изменен уже Внутри Гена уже существует Многие ученые во всем мире Признают тот факт Что мы достаточно беспечно Относимся к окружающему нас миру Не только бездумно расходуя природные ресурсы Но и возвращая обратно в природу Самый невообразимый мусор В виде радиационных, химических И биологических отходов В результате чего Могут появляться совершенно новые Экологические зоны В которых могут рождаться Неизвестные науки Виды животных и растений Арзамас и другие места Семипалатинск Там фактически Тоже сформировалась Всякая популяция такая Которая живет И сама себя воспроизводит Причем на краях ареала Она соединяется уже С обычной Как бы популяцией Ни радиоактивной Ни зарожью И многочисленные сообщения О наблюдении новых монстров Могут быть всего лишь Ответом природы На наше бездумное К ней отношение Ведь даже мистическая Чупакабра Рассказы о которой Начали появляться Всего лишь несколько десятков Лет назад Может быть всего лишь Мутировавшим волком Шакалом Или лисицей Вот в последнее время Про Чупакабру Очень много тоже сообщений Где-то на уровне Со снежным человеком Может быть больше даже Вот особенно в России Именно То есть Раньше То ли эти случаи Не доходили До общественности То ли их просто не было То есть раньше вообще От Чупакабры На территории России С СССР Вообще практически Никакой информации нет Посмотрите на это Поразительное фото Сделанное Жительницей Индии Претти Десаи После тропического Циклона Она заметила На пляже Странный Вытянутый Объект Серого цвета Десаи Приблизилась к нему И обнаружила Что это Длинное Хвостатое существо Без глаз И с огромной пастью Полной острых зубов В последнее время Участились случаи Когда выбрасываются На берега Непонятные Существа Неподдающиеся Классификации То ли тюлень То ли крокодил То ли полуакула Говорить О каких-то Мутациях Сложно Потому что Слишком большая Осыпь Слишком большие Изменения После публикации Этих снимков В интернете Некоторые пользователи Предположили Что речь идет О редкой разновидности Угрей Тем не менее Большинство комментаторов Сошлось во мнении Что это Неизвестный науке Хищник Который может быть Опасен И для человека Водная стихия Преподносит Нам не меньше Загадок Ученые признают Что мы еще Очень плохо Изучили Глубины океанов И совершенно Не представляем Какие монстры Могут обитать На больших Глубинах Но некоторые Из таких Созданий Периодически Шокируют Своим появлением Очевидцев Техногенные Влияния На сегодняшний день На окружающую Природу Для кого не секрет Огромное Влияние Бешеное Химия Выливаемая В реки В стоки Канализационные В озера Оно Имеет Огромные Масштабы Сергею Звягину Довелось Лично наблюдать Странное существо Которое Получило У местных Жителей Прозвище Карадагский Змей Еще Легенды И мифы Древних Греков Повествуют О том Что в Черном Море Живет страшный Морской Змей Европейцы Узнали О том Что в Черном Море Живут Огромные Змеи Из турецких Хроник В 16 веке Капитаны Военных И торговых Кораблей Бороздивших Морские Просторы Между Стамбулом И Азовом Со страхом Рассказывали О черноморском Змее Порой Преследовавшем Небольшие Корабли После того Как русские Войска Захватили Крым И построили Свои Корабли С драконами Довелось Встречаться И русским Морским Офицерам Служившим Под командованием Адмирала Федора Ушакова Одна из Таких Историй О загадочном Змее Была Рассказана Рыбаками Царю Николаю Николай Очень любил Встречаться С рыбаками Посидеть За ухой На берегу Семью Он отправлял Подальше А сам Общался И вот Один из охотников Он рассказал Что действительно Прибрежье Коктебеля Очень часто Видит Черноморского Змея Морского Который Там плавает Похищает Иногда Людей Иногда Рыбаков Иногда Питается Дельфинами И так далее Во время Очередной Исследовательской Экспедиции Группа Сергея Звягина Расположилась На отдых В бухте Киекотлома Расположенной Между Феодосиевским И Коктебельским Заливами Внезапно Внимание Туристов Привлекло Необычное Движение В воде Метрах В десяти От берега Вдруг Откуда оно Появилось Такое впечатление Что-то бурлило Ну и соответственно Обратив на это Внимание Мы увидели Что кто-то Плавает Плавает Не по кругу А скажем так По спирали Что-то большое Под водой Временами Его голова И туловище Появлялись На поверхности Воды По словам Сергея Больше всего Оно напоминало Большую змею С приплюснутой Головой Монстр Яростно Крутился В воде Поднимая Брызги Словно Боролся С невидимым Противником Ну скажем так От хребта Там до черепа Где-то метра три А все остальное Было в воде А вот сколько Было в воде Естественно Тут сказать Очень трудно Ну и где-то Вот минут 15 Это Значит Проявлялось Потом Когда мы проанализировали Мы просто поняли Что вот если это так То это существо Просто гоняло Косяк Там скумбрии Там Змееподобные монстры Не стесняются Заплывать И в густонаселенные места Смотрите Огромное Неизвестное существо Проплывает По реке Темза Кадры сняты В Гринвиче Одном из районов Лондона На 30-секундном Ролике Видно Как огромное Неизвестное существо Всплывает На одном из Участков реки После чего Скрывается Под водой Я думаю Что это змея Какая-то Вот Чем-то и на бревно Похоже Но это явно Не бревно Это существо Именно То есть Видно Оно там Дышит Оно двигается Определенным образом Бревно Оно немножко По-другому Передвигается Как бы Тут все-таки Это я думаю Это змей Какой-то И Меня не удивляет Это в принципе Что удалось Заснять Существо Потому что Вообще В реках Там В океанах В морях Огромное количество Этих существ Откуда же Появляются Все эти Удивительные И порой Страшные Создания Неужели Наш мир Не до конца Изучен Несмотря на Уверения Ученых В обратном И ведь Действительно Каждый год Открываются Новые виды Неизвестных Ранее Существ А может Быть Все намного Проще Человечество Чересчур Активно Использует Ресурсы Планеты И мы Загрязнили Землю Настолько Что Эволюционный Процесс Начал Создавать Виды монстров Которые Может быть В недалеком Будущем Станут Нашими Конкурентами За право Быть Хозяевами Земли А на сегодня Наши шокирующие Гипотезы Закончены Если что-то В нашем рассказе Вам показалось Чересчур Радикальным Не обижайтесь У нас нет задачи Вас ввести В заблуждение Мы лишь хотели Показать вам Все великое Многообразие Подходов К истинам Которые Пока считаются Незыблемы Сегодня я с вами Прощаюсь Но встретимся Мы с вами Уже завтра В субботу В программе Военная тайна Как всегда В 12.25 Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова